Руслан, ну вот мы выяснили, что ты один из таких счастливых людей, которые с одного полтинника стартового раскрутились и его не слили. Таких мало. Какие-то, знаешь, доли процента, наверное. Поэтому, соответственно, логичный вопрос. Как? Почему? Что ты делал такое? Уникальные какие-то технологии применил, чтобы прорваться сквозь микролимиты и как-то вот воссиять? Ну вот уникальная технология называется банкролл-менеджмент. И я думаю, если как бы все соблюдать, да, и опускаться, то есть по лимитам, можно играть НЛ2, и это у тебя в самом начале 250, ну 25, нет, погоди, нет. Да, маловато банкрола, слушай. Как, как? Как это произошло? Нет, ну если играть по... В то время можно было играть 20 ББ стеком, и это нормально так, стеков, да, нужно что-то перемножить. Но я помню, я играл с НЛ10 начинал, играл с МГшки по одному баксу. Наверное, мне просто повезло. Никаких тут секретных технологий нет. Я, кстати, ну не то чтобы вот все мои деньги, это был стартовый полтос, потому что я даже выиграл фриролл, помню, на 2700 человек. Я занял, ну не выиграл, занял третье место, получил 4 доллара или 3,5, что-то такое. Я сидел часов 14. Вот было очень интересно и захватывающе. Ну вот расскажи о жизни хайстэк-роллера. Вот что тебе дал покер сегодня? Как ты себя чувствуешь в жизни? Насколько уверенно? Насколько уверенно ты смотришь в будущее? Что планируешь? Как? Вот что тебе дал покер в результате? В первую очередь покер дает тебе свободный график. Но сложно мне утверждать, что я сильно отличаюсь от офисного работника. В том плане, что я не работаю по 2 часа в день и гуляю там целыми днями путешествую. Нет, мне приходится очень много проводить времени в форме такой личинки перед компьютером, тыкая кнопочки. Финансовая какая-то свобода может быть, да? Но боюсь, что вкладывая столько сил и времени можно добиться успеха не только в покере. В этом плане я себя, так скажем, журю за аморфность в этом плане. То есть я понимаю, что можно было бы заниматься чем-то более высоким, чем играть в покер. Например, кстати, чем? Продавать стулья, например, не знаю. Ну кто-то строит карьеру в каких-то там компаниях, программирует, идет, растет по карьерной лестнице и попадает в какие-то хорошие компании, гугла, яндекса. То есть кто-то строит свой бизнес там с нуля, какие-то, ну что-то вроде стартапов делает. Ну у меня есть какие-то знакомые, да, и кто-то где-то развивается. А мне кажется, что я вот в довольно-таки стагнирующем рынке нахожусь, что покер, ну, не растет. И в этом плане, ну, можно, конечно, вот именно конкретно в покере расти, но это может напоминать, как вот едет маршрутка, и можно ходить внутри этой маршрутки. То есть ты все равно не сможешь двигаться быстрее, чем то, с какой скоростью она движется. И в этом плане, думаю, покер движется немножко медленно, если вообще движется. Вот, но по маршрутке я, мне кажется, пока еще есть где там пролезть, вылезти, поэтому еще пока посижу в покере. Чисто теоретически, смотри, тут упирается в то, что, ну, люди, почему им нравится покер, это какое-то развлечение, они испытывают там радостные эмоции, но как раз вот интернет развивается и становится все больше способов проводить свое время весело, более дешево, ну, как бы с лучшим обменным курсом денег и времени на удовольствие. Мне кажется, что вот в данный момент Старзы, например, добавили себе казино, и часть народу перетекает из покера в казино. Сейчас очень сильно развивается эта отрасль в том плане, что там всякие эти вулканы различные открываются каждый день и закрываются тоже. И они конкурируют с онлайн-покером, то есть покер в этом плане, ну, ему сложно конкурировать, ну, что он не может развиваться в бок, так скажем, ну, то есть не может развиваться качественно. Это игра, где тебе раздают, ну, там много, конечно, разных игр, но чего-то такого придумать, то есть, допустим, была идея у белорусских какие-то разработчики, разработчики разрабатывали онлайн-игру, где ты играешь в покер, но ты играешь каким-то персонажем, который может быть там воином, магом, и ты там что-то колдуешь. Вот это было бы интересно, наверное, да, ну, я так понимаю, проект не стрельнул, я о нем ничего не слышал, вот, но это уже не покер будет, да. Вот, ну, покер конкурирует с всякими казино, и они отнимают кусок пирога. В этом плане развитие интернета, наверное, ну, то, что развитие, ну, не только интернета, то есть там вот сейчас модная тема 3D-очки на голову одевать, вот, и если будет какая-то азартная игра с вот этими очками, наверное, она может стрельнуть. А покер, он, ну, он стагнирующий, то есть я не могу сказать, что мы катимся в пропасть, что мы там просто катимся вниз куда-то, то есть я, ну, рынок стоит, нет каких-то таких глобальных поворотов, ну, есть регуляры, которые говорят, все, я прям вот каждый день чувствую, все, игра умерла, умирает с каждым часом, каждый день появляется новый регуляр, нет, все в порядке, можно покером зарабатывать еще будет множество лет, как минимум 2 года, да, как говорят, но я думаю, гораздо больше, какие-то даже, ну, нормальные деньги по меркам России можно будет зарабатывать, но если у вас какие-то более высокие цели, то покер, думаю, не то, ну, высокие цели в плане, если вы хотите миллион долларов заработать, наверное, покер не лучший вариант, ну, или больше. А начинать сейчас играть в покер имеет смысл? Ну, конечно, конечно, но зависит от человека, то есть этот вопрос очень индивидуален, если ты живешь в деревне, где есть хороший интернет, и зарплата, я не знаю, какие вообще в деревне могут быть работы, почтальоном тебе там платят, не знаю, 5 тысяч рублей, да, 10 тысяч рублей, даже 30 тысяч рублей, и все это копейки по сравнению с тем, что может тебе дать покер. А если ты в обеспеченной семье в крупном городе живешь, то смысла, думаю, нет. Ну, вот ты живешь в московском регионе, ты представляешь себе, сколько вокруг люди получают, по-моему, это как бы миф, что в Москве все такие уж супербогачи, вот как ты сам оцениваешь свое такое социальное положение в пищевой цепочке по отношению вот к таким ребятам, которые делают карьеры, твои друзья, знакомые там в компаниях каких-то. Я, конечно, не буду просить тебя называть какие-то цифры, но все-таки вот как тебе кажется? Ну, пока что, ну, мне кажется, что покер как будто бы лучше, да, то есть я там, возможно, зарабатываю больше, чем они, и там в перспективе, там, двух лет я буду зарабатывать больше, чем они, но если смотреть какими-то там десятилетиями, пятилетиями, да, как-то более высокий уровень планирования изучить, то уже сложно сказать, на чьей стороне будет победа, на чьей стороне будет большее количество благ на сантиметр тела. Субтитры создавал DimaTorzok